Говори на ТВК! Это не только мой призыв сейчас вам, это название новой рубрики, которая совсем недавно появилась, уже стала популярной. А как вы можете попасть в эту рубрику и что изменится в вашей жизни после того, как это случится? Об этом мы сейчас поговорим с продюсером авторских программ Ирина Куликовна в студии. Привет! Доброе утро! Что это за рубрика вообще? Про что она? Рубрика про наших телезрителей. Они у нас очень активные, они всегда очень много пишут нам в социальных сетях, присылают фото, видео, звонят нам в прямой эфир, и мы решили, что будет здорово, если будет еще одна площадка, где люди смогут высказаться. Говори на ТВК! Это такой проект, где каждый может рассказать о том, что его волнует, и попасть в эфир ТВК. Принять участие очень просто. Нужно просто снять видео, где вы рассказываете свои размышления на какую-то тему, прислать его нам в социальные сети ВКонтакте или Инстаграм, или в Вайбер, Ватсап по номеру телефона 8-923-165-45-00. Есть небольшая подборка у меня из тех видео, которые уже прислали нам телезрители, я предлагаю сейчас ее посмотреть и дальше продолжить, чтобы было понятно. Смотрим! Вот улица Иркутская, здесь находятся два садика. Каждое утро мы ходим здесь в садик, и все идут в эти садики. Два садика на Иркутской находятся, и выбираем. Либо мы идем по дороге, причем оживленные, потому что детей привозят, либо идем по грязи. Вот что, собственно, происходит во дворе дома Перелога Закогорского, дом 6. Сколько мы не боремся с застройщиком, с подрядчиком, с рабочими. Вот, собственно, и сейчас происходит вся спасательная операция по воровайке. Вот все, что мы сейчас увидели, это проблемы, люди на что-то жалуются. Обязательно это должна быть проблема, чтобы это попало в эфир? Нет, я как раз хотела об этом сказать. Можно присылать и какие-то позитивные вещи, например, если вы знаете какое-то место для прогулок, и хотите о нем рассказать. Или у вас замечательные соседи, и вы с ними устраиваете какие-то активности во дворе. Или вам просто качелю сделали. То есть позитивные ролики я тоже очень-очень жду. Понятно, что проблем очень много. И есть у нас еще у наших видео такой побочный эффект, что когда мы их выпускаем в эфир, проблемы начинают решаться быстрее. Например, приезжает и яму засыпает коммунальная служба, или лужу откачивают. Но позитивные видео тоже можно. Можно на любую тему присылать. Все, что вас волнует, все, что у вас накипело, вы можете рассказать. Даже если вас волнует, например, сейчас загрязнение на Камчатке, у вас есть какие-то мысли по этому поводу, вы тоже можете высказаться, прислать нам, и потом посмотреть себя в эфире ТВК. Чтобы потом не говорили, что вот что у вас только все грустное и непозитивное. Давайте позитивное. А уже было что-то позитивное, что нам прислали? Еще нет. Я очень-очень жду. Может быть, кто-то будет первым. И мы обязательно этот ролик покажем. Еще хотела сказать, что для самых активных зрителей у нас приготовлены подарки. В конце года мы обязательно выделим тех, кто активно участвовал. Призы очень классные от ТВК, но пока это секрет, что именно. Ну, хороший такой стимул. Обязательно это именно нам присылать или можно выложить в свои соцсети и нас отметить? Да, действительно, можно выложить в соцсети, активно отметить ТВК. Мы это увидим, заберем уже из соцсетей, плюс еще и в соцсетях это мы обязательно репостим. И охват вашего видео будет гораздо больше. Ну, а конкурс будет среди тех, кто присылает видео в плане выхода в эфир? Или мы сможем всех выдать в эфир? Я очень надеюсь, что мы сможем всех выдать в эфир обязательно. И что еще очень интересно, что смотреть это можно целый день. Это покажем и утром, и днем, и вечером, то есть в разное время. И как можно больше людей это увидит. А по продолжительности ограничения там не меньше 15 секунд, не больше 15 минут? Лучше записывать видео не больше двух минут, чем лаконичнее будет и емче ваша мысль, тем, конечно, будет лучше. Но в любом случае мы всегда поможем это видео скорректировать и самое главное, конечно, покажем. Самое главное покажем и потом будет тоже какой-то эффект, о котором мы уже сказали, потому что очень часто мы слышим от зрителей призывы. Вот туда сходите, вот это снимите и не видим активности человека, который сам готов что-то для этого сделать. Появился еще один способ вам не халявить, так? Да, действительно. При этом снимать можно как себя в селфи, например, что-то вы рассказываете, либо какую-то проблему. Для тех, кто стесняется и не хочет, например, лицо свое показывать, можно вполне снять какой-то объект, о котором вы рассказываете. У нас даже был молодой человек, который целый ролик снимал про парковку во дворе. У него было очень классное предложение парковаться не параллельно, а елочкой. И он прям показывал, что действительно больше машин влезет. Я надеюсь, его соседи услышали, они теперь так паркуются. Давайте будем немножечко активнее все вместе, все будем говорить на ТВК, не стесняться этого и таким образом вместе решать какие-то проблемы. Это тоже важно. Спасибо большое, Ира Кулик, продюсер авторских программ. Для меня просто прекрасная коллега. И еще раз, наверное, давай хором. Говори на ТВК! Говори! Говори! Раз, два, три. Говори на ТВК! Субтитры подогнал «Симон»!